Здравствуйте дорогие друзья! С вами Светлана Морозова и вы на моем канале Эколпаха Томская. Слышите этот голос, Козочкин? Вот этот вот. Это она, видимо, повредила свои голосовые связки вчера. Засунула голову так, что чуть не задушилась, короче, в такое узкое место. А хорошо, я на улице оказалась и услышала страшные вопли ее. Прибежала бегом тут. Естественно, я не снимала ничего. Не до этого было. Ну вот мне удалось ее спасти, но вот сейчас она вот таким вот голосом пищит. А представляю я вот вам вот эту вот девчонку. Это новичок. А что ты плачешь? Сейчас ты накормила все хорошо. Родилась она 26 апреля. Ну я ее сейчас впервые показываю вам. И сейчас я даю ее маму. И днем, и ночью. Постоянно. Вставочку вставлю, как мне это удается с ней. Ну, в общем, трудно мне ее доить. Она легается. Там отек вымени уже почти прошел. Но она продолжает легаться все равно. И вот мне приходится ее дать одной рукой в кружку, потому что подойник она мне выбивает. И уже и не первотелка второй раз отелилась. Ну вот, тем не менее. Целый час даю, а то и больше даже. Дальний аппарат у меня что-то не фурычит. Отдала его соседу, может он его наладит. Сегодня приезжали ветеринары. Поставили сережку ребенку. Такому маленькому. Такую здоровенную бирку влепили. Так больно ей было. Ужас какой-то. Кровь взяли у коров. В общем, вот так вот. Такие вот дела у нас. А у меня коза пропала. Все на месте. А одной дурынды нет. Сейчас пойду ее искать. Вы, наверное, заметили, что я сейчас редко появляюсь у вас на каналах. Ну, это все вот из-за этой вот мадамы, которая у меня кучу времени ворует. Легается манька. Совесть когда поимеешь. И еще коза. Сейчас пойду ее искать по всему переулку. Я примерно догадываюсь, каким соседям в огород она залезла. Где дырка, туда и залезла. Хорошо, сейчас еще ничего не посажено, я надеюсь. И они дома выгонят, если что. Сами виноваты, загораживать надо. Хотите боевик посмотреть? Карате коровье. Даю в кружку, потому что подойник она может сломать. Вот она вот стоит, стоит, потом раз, начинает лягаться. Вот так. Никакой подойник тут. Это-то она после отела. Недавно. Раздаиваю я ее. Ну, все. Все, все подоилось. Че было так скакать? Скакала, блин, чуть меня не убила. Вон. Доска, к которой я ее привязывала, она ее выломала, вообще сломала. И сама упала. Че было так скакать? Стояла бы изначально, я б тебя не путала вовсе. Погода сегодня хорошая. Выпустила погулять козлят. И телочку. И что ты решила взгромоздиться на телегу, что ли? Дурында. И как мне тебя снимать отсюда, приказ? Ай, блин. Ты куда ты за... Зачем ты на телегу залезла? Ну, поехали. Прокачу тебя тогда. Давай вторую ногу сюда. Ой. Ох ты, балда ты, балда маленькая. Наконец-то сосед отремонтировал мне доильный аппарат. И вот, наконец-то, эта дурында доится. Но только она все равно легается. И приходится вот аппарат рукой поддерживать, страховать, охранять, чтобы, не дай бог, она его не скинула, не затоптала, не сломала, ничего. В общем, тоже... Ну, видите, что творится. Тоже мука, но доить руками еще сложнее.